Ежегодно накануне нового учебного года учителя собираются на августовские педагогические конференции. Такие встречи дают педагогической общественности старт к новым идеям, творческому поиску, определяют актуальные стратегии и ориентиры развития системы образования на новый учебный год. Традиционно такие мероприятия проходят при участии духовенства. На августовское совещание был приглашен руководитель отдела религиозного образования и катехизации Катеринодарской пархии пратерей Александр Игнатов. В своем слове отец Александр подчеркнул значимость преподавания в школах основ православной культуры. Так важен сегодня наш с вами духовно-нравственный предмет, на котором у нас еще есть возможность вот так сказать детям о Боге, что Он есть, что Он родился, что Он живой, что Он продолжает творить удивительные чудеса через тех, кто искренне верит в Него и надеется на Него. А все надеющиеся на Него не постыдятся. Блаженны все надеющиеся на Него. Вот, дорогие, какая у нас стоит задача в начало учебного года. Руководитель отдела обратил внимание на проблему зависимости детей от телефонов. Вы видите, как подростки разобщены, как они привязаны к смартфонам. Мы с вами знаем, а последняя статистика меня буквально удивила. Знаете, что в России был проведен опрос? 96% детей в России сидят в интернете с 23 до 5 утра, а потом они приходят к нам в школу. И мы говорим о Пушкине, о Достоевском, о математике, о географии, о литературе, о других предметах. Вы понимаете, как им тяжело сегодня? И предмет, основы веры – это, знаете, глоток воздуха. Отец Александр предупредил об опасности такого увлечения подростков, как фури, которые преподносятся как безобидный молодежный тренд, а квадробика – как вид спорта. А многие родители, не разобравшись, до сих пор воспринимают это как детскую игру. Фурии и флаги фурии, и это будут флаги ЛГБТ. За этим стоят развратники и педофилы. Я хотел вас просто предупредить об этом. Если вы услышите где-нибудь фури или квадробика, знайте – это зло. И никогда его не поддерживайте. В ходе совещания педагоги поделились опытом преподавания предметов ОПК, представили коллегам свои методические разработки, а воспитанники одной из казачьих школ Краснодара прошли казачьим расчетом и исполнили песню. Но мне хотелось бы сказать вам слова поддержки. Поблагодарить всех вас за то, что вы сегодня здесь, что вы не убоялись, что вы не смолодушничали, что вы взяли на себя этот крест и понесете хотя бы еще целый новый учебный год. Пожелать, чтобы мы в этот день укрепились прежде всего в вере. А будем веровать, будем жить. И потому сразу сможем отличить добро от зла, потому что Бог будет просвещением нашим. Пожелать вам быть верующими, чтобы Бог был в вашем сердце, чтобы Бог занимал в вашей жизни первое место. Тогда мы исполним слова Блаженного Августина. Пусть Бог будет у вас на первом месте, и все остальное будет на своем. В добрый путь, учителя основ православной культуры, казачьих классов. С Богом!